После опрессовки горячая вода так и не появилась. Жители верхних этажей одного из подъездов 10-го дома по Кохомскому шоссе жалуются, что днем из обоих кранов течет холодная вода. А чтобы получить теплую, нужно очень много сливать. Это долго и недешево. Валентина Николаевна говорит, что для ее дома это не характерно. 30 лет ничего подобного не было. По утрам, наоборот, по утрам. По утрам. Теплое и горячее идет. Там на работу собираются. Умываются, подмываются. Все делают. Уходят. Вода начинает убывать. Весь день холодные. Весь день холодные. А вечером опять собирается с работы удалить. Вечером с работы. Теплая вода опять идет. Вот чего. Валентина Николаевна, управляющая компанией «Опора», пять раз записывала на очередь. А в последний раз вообще бы надежила. Заявка выполнена. Надежда у 82-летней бабушки теплилась ровно столько, сколько она шла от телефона до полотенца-сушителя. Ничего не изменилось. Соседка двумя этажами ниже звонила в управляшку всю прошлую неделю. Минимум раз восемь. Не отвечают. Обратитесь в тепло-заботовую компанию. Для чего я туда должна обращаться, когда вода во всем доме есть, кроме наших девяти квартир. Так что никто, ни слесарь, ни техник, никто не пришел посмотреть, почему так. Или в подвале бы они могли обратить внимание, что у нас стояк холодный. Или еще какие-то меры принять. В общем, очень плохо. С нашей телекомпанией руководство «Опора» разговаривать отказалось. Пояснили, что о проблеме знают, но это не их компетенция. Чья именно и куда обращаться, не сказали. Зато это объясняет, почему жители обрывают телефон управляющей компанией и не понимают, что делать. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.